Кто такой менеджер в США? Какие обязанности он выполняет? В чем разница между управленцами в Восточной Европе и Соединенных Штатов? И почему многим свежеприбывшим управленцам так сложно продолжить здесь свою карьеру и часто приходится дауншифтить? Узнаем в сегодняшнем эфире. Не переключайтесь. С вами Анна Наумова. Я эксперт по поиску работы в США и вы на моем канале Продкаст. Если вы уже пробовали искать работу в международных компаниях, вы заметили, как это тяжело. Кандидаты отправляют тысячи резюме и таратят в среднем около полугода, чтобы получить заветный оффер. Я запустила программу, которая называется GoOffer, где обученные ассистенты будут адаптировать за вас резюме, откликаться на вакансии и писать сопроводительные письма, что будет гарантировать вам звонки от рекрутеров. А профессиональные менторы будут готовить вас к интервью, чтобы повысить вашу конверсию в следующие раунды и сделает ваш путь к офферу в американские компании быстрее и комфортнее. Поэтому пишите на почту goofferussobaka.gmail.com «Хочу оффер в США». Адрес вы найдете в описании к этому видео. Итак, у меня сегодня в гостях Татьяна Санякович, Executive and Leadership Coach и HR с опытом более 15 лет в американских компаниях. Привет, Татьяна. Рада тебя видеть. Привет, Анна. Очень-очень приятно присоединиться к тебе. Так что благодарю. Спасибо, спасибо, что согласилась разделить со мной сегодня эти полтора часа и рассказать очень много инсайтов по поводу менеджеров и руководителей. Расскажи немножко о себе, как ты переехала в США когда, и немножечко про свою карьеру, карьерный путь. Чуть-чуть расскажу. То есть я переехала в США в 99-м году, то есть это уже 24 года назад. И я переехала, в принципе, по учебе. То есть я заканчивала ИНИАС из Беларуси. Я из Беларуси сама заканчивала ИНИАС в Беларуси. И потом переводилась и училась в университете на международных отношениях в Калифорнии. То есть так начался мой путь в Америке. И, в принципе, после моего выпуска в основном я всегда работала в HR. И последних много лет я работала чат-директором в достаточно такой здесь средний объем 250 человек организации. И с разными моментами, где нам приходилось и увольнять, конечно же, набирать. То есть опыт такой, многочисленный между туризмом и вот этой, значит, такой non-profit организации, где я работала очень долго. На данный момент я работаю, как ты сказала, executive leadership coach. То есть я взяла весь свой опыт HR и взяла такую лучшую часть. Для меня, как лидер, как он ведет команду и, соответственно, как он ведет организацию, очень важно. То есть обычно ко мне обращаются люди по вопросам, к каким-то рабочим вопросам, когда они хотят расти в работе. То есть это идет рост в карьере, где они уже видят, куда они хотят расти, либо они не видят и понимают, что вот как бы они застряли, но пора что-то вот... Очень часто люди говорят, пора уходить. И если вы считаете, что вам пора уходить, вам нужно сначала научиться любить ту работу, на которой вы находитесь, потому что если с ними не разобраться какими-то моментами, это потом все вернется. А потом вы решаете, как вам уходить, да. Ага, ага. То есть вот, да, хотел немножко поговорить про эту позицию. Вот leadership coach очень такая, наверное, новая позиция в современном мире. Ну, да, наверное, такая нечасто встречающаяся. Не HR, да, HR. Все знают HR, все знают рекрутеров. Кстати, в чем разница между HR и рекрутером? Ну, для меня это, ну, как бы, большая разница. Вообще в Америке есть HR, которые рекрутеры, да. Но если ты просто определенный только рекрутер, то ты занимаешься наемом работников. И ты, в принципе, больше не участвуешь ни в какой-то операционке, ты не участвуешь в легальных моментах, да. То есть никаких каких-то комплаенсов, все эти легальные моменты, ты в этом вообще не участвуешь. И, в принципе, ты только занимаешься наемом работников. И ты можешь, в принципе, очень часто, что случается, люди могут не работать в этой же организации, на которую они работают как рекрутер. То есть они рекрутеры, они могут определенно работать рекрутером по определенным позициям, что я уверена, ты сталкивалась. Они могут определенно работать рекрутером по индустрии. Но это большое, для меня это маленький кусочек HR. То есть HR – это часть. И очень часто в организациях, если это внутренний HR, да, то особенно, когда называют HR-дженералист, то есть такой общий HR, которые… Они делают рекрутмент. То есть это как бы часть этого большого торта. То есть правильно я понимаю, что в маленьких компаниях мне может позвонить HR и предложить какую-то вакансию. Но в крупных компаниях мне звонят рекрутеры. Правильно я понимаю? Скорее всего так и есть. Да, скорее всего так и есть. Это получается от объема работы. Да, хорошо, да. Потому что я вижу некую путаницу. Люди говорят, мне звонил HR из Меты, да. Но скорее всего тебе звонил рекрутер из Меты, да, а не HR. Хорошо, хорошо. Ну давай тогда вернемся к нашему вопросу. Leadership Coach. Расскажи вообще, что это такая за роль? Какие люди к тебе обращаются? По каким вопросам? Ты уже упомянула, что они застряли на каком-то месте. Можешь вот, ну вот какой-то пример может привести? Да, конечно. Как они застряли, да. То есть парочку, даже продумывая про своих клиентов. То есть либо застряли, либо они близки к увольнению. И они об этом как бы знают. Они и сами хотят уволиться или и хотят уволиться? Оба. Бывают оба момента. То есть когда человек видит, что их скорее всего уволят. Но они понимают, что по каким-то проблемам, которые они не могут сами разобраться. То есть человек какое существо? То есть мы, у нас два момента изменений в жизни. Мы либо двигаемся по направлению к тому, что нам нравится. То есть к чему-то, к наслаждению. К чему-то, что нам нравится больше, чем то, что у нас сейчас. Либо мы двигаемся от боли. То есть к чему-то, либо от боли. От боли люди двигаются намного быстрее. Вот, как бы из опыта. Это морковка и кнут, да? Это картинка с осликом, да. Да, то есть даже из моего собственного опыта, да, я поняла в какой-то момент, что я решения принимаю чаще намного быстрее, когда вот совсем больно. Вот, и то есть как бы ко мне приходят люди, когда им больно, может быть, от внутреннего состояния или внешнего состояния. То есть клиентка одна пришла, которая говорила там, я понимаю, что мне, я хочу уходить с этой работы, почему это привела, да. Не знаю там куда и что, но человек, лидер в плане для меня, то есть у них зона ответственности высокая. И, соответственно, доход достаточно высокий, и вот это вот, я сейчас все брошу и поменяю, это не так, ну, это нелегко. И это не для каждого совершенно. То есть человек пришел, говорил, я не хочу на этой работе больше работать, я хочу писать книгу, а дальше что я не знаю. И мы уже, кстати, это самое главное, дольше всего мы работаем почти два года. Она сейчас работает в той же организации, она поменяла должность, она, все ее как бы, мы работаем вместе, но это не мое толкание совершенно. Она прошла совершенно другую должность, о которой она вначале, это вообще новая должность, но в том направлении, в начале нашей работы, она говорит, да я в жизни не хочу работать с людьми. Мы к этому вернем, может, об этом поговорим по поводу разницы между индивидуал коншибера, да, и лидер менеджера, который с людьми, который как бы у кого команда. Вот, то есть, и вот, и я работаю тогда, получается, с майндсетом, я работаю с коммуникациями, коммуникациями, особенно бизнес-коммуникацией, потому что для меня, в моем опыте, особенно в HR, как лидер, особенно если это главный лидер, там, CEO, там, еще какой-то VP, директор, как человек коммуницирует со своей командой и с организацией, это как вот на озере вода расходится, да, то есть камешек бросили, это эффект проходит нам очень многих людей. И мы проводим очень долгое время на работе, мы работаем, ну, в основном, много в нашей жизни. Поэтому качество нашей жизни на работе для меня всегда было важно, как человека и как HR, то есть я вот этот момент взяла с собой в коучинг лидеров и как бы экзекиеров, топов, потому что там вроде как один человек, но этот один человек влияет на столько многих людей и на качество их жизни. И я не совершенно, я не сторонник забирать ответственность, как говорится, ото всех других людей, но я сторонник осознанного лидерства. То есть мне очень важно, чтобы лидер, с которым я работаю, понимал или понимала свою ответственность того, как они вообще себя ведут, как они разговаривают, как они мотивируют людей или демотивируют, и мы об этом тоже немного поговорим, этот момент большой, да, то есть ведь они мне-то рассказывают одну сторону обычно, а командная динамика – это тоже другой момент. И так как у меня опыт HR и в лидерстве тоже команды, и видя команды лидеров, и как люди друг друга не слышат, и помогать им как бы быть фасилитатором, быть типа «Вы сказали одно и то же, только вы думаете, что вы говорите против друг друга», то есть конкретно быть переводчиком. И в этом смысле, конечно, мой лингвистический момент, то есть когда я училась в Ньянде, у меня вся была, моя мечта была быть переводчиком, и я поняла, что я все равно осталась переводчиком, только я перевожу, может быть, на том же языке, да, но я перевожу вот конкретно между людьми все время. То есть для меня вот этот момент, я, да, то есть я потом перевожу для лидера, который приходит ко мне на сессию, говорит, я вообще не понимаю, что происходит, они там все такие-сякие, я говорю, подождите, у нас кто общий знаменатель в этой ситуации, да? То есть и пытаться, и вот этот перевод между динамикой людей, коммуникацией, потом ко мне пришел, допустим, то есть она работает, вот этот клиент, она работает в большой организации, ко мне пришел клиент, который, допустим, у него инженерная организация, то есть небольшая, но он осознанно пришел, сказал, и он CEO, и он говорит, я понимаю, что я вот чего-то не догоняю, я понимаю, что как лидер мне не хватает чего, только я вот честно говорю, не знаю чего, но я чувствую, что как бы, ну вот, ну меня на всех не хватает, я вечно в стрессе, я там еще что-то, он пошел к моей знакомой, она рекомендовала нам работать, то есть мы начали работать, и там действительно как бы, там вот это вот делегирование, ну как бы мы об этом тоже можем поговорить, минимальное делегирование у человека там, потому что он рос эту самую, это его организация, которую она как бы построила за 20 лет, то есть работать, для меня очень важно, человек хотел, понимал, что он хочет или она хочет меняться, а уже в какую сторону, как бы какая у них траектория, это им выбирать их путь. Но вот эта вот ответственность, когда они берут, что надо что-то менять, а что менять, помогите, пожалуйста, вот здесь как бы я действительно прихожу, и вот этот момент переводчика, я в последнее время еще стала работать с лидерами, у которых английский второй язык. Я была, я была летом, помогала на программе с испанцами, и там были лидеры испанцы, и я поняла опять как лингвист, им никто не объясняет, то есть ты можешь учить бизнес английский, но это просто словарный запас, да, и это как бы там, ну, ты можешь разговаривать, но какие-то нюансы, о которых мы тоже поговорим, культуры англоговорящих, по крайней мере, американской культуры, а они работают с американцами, или их компания купила, или там у них должен быть английский общий язык, и как культура, они совершенно не понимают, что какая-то фраза может, ну, как бы вот так сказать, вот эти нюансы, я их обожаю, потому что я понимаю, ну, во-первых, для меня это второй язык, но он очень такой, как первый, параллельный, и для меня легко им объяснить эти моменты, легко объяснить, как бы произношение никто не ставит, то есть на этих курсах, то есть помогать людям, как стать произношением, но это все мой опыт, мой опыт учебы в Беларуси, где нас там штудировали конкретно со всеми произношениями, а потом опыт работы, где вот именно вот этот бизнес английский и культура, и они лидеры все, да, то есть у них люди, и они в разных странах, и вот теперь с ними работая, и как бы им объясняя, как лучше сказать какой-то момент, или там они хотели сказать вот так, а человек их не понял, я такая, ну, я понимаю, что у вас человек не понял, вот эти моменты тоже, с ними, я такая, ну вот, переводчик, вроде как на английском все говорим, а вроде нет. Да, я знаю, что у тебя очень много чего есть сказать, и у меня на самом деле очень много вопросов, потому что это дико интересно, мне кажется, тебя можно слушать бесконечно, я, да, немножко встряну, встряну сюда, и, наверное, давай спрошу тебя, все-таки, так как мы фокусируемся сегодня на лидерах в США, наша сегодняшняя тема в США, да, и для тех, кто хочет быть лидером в США. Кто такой лидер вообще, или руководитель в США, вообще какие у него основные обязанности на работе, вот расскажи, пожалуйста, кто они такие? Зависит, ну, от организации, но в общем, в моем опыте, лидер в США – это человек, который возглавляет команду, и как бы возглавляет команду или организацию, конечно, в зависимости от обязанностей, принимает стратегические решения, ведет команду, и именно ее развивает, развивает, мотивирует, либо это вся организация, либо это команда, обеспечивает достижение целей, и вот эту координацию работников, координирует работу сотрудников, то есть для меня лидер отличается немного от менеджера, конечно, в зависимости от иерархии компаний, тем, что у него как бы более высшее видение, то есть он как-то взлетает выше, как вы говорите иногда, как орел, то есть он должен видеть, или они должны видеть с высоты, и в то же время уметь координировать всех и поддерживать людей, чтобы люди вдохновлять, то есть у них большой момент – это вдохновение других на достижение цели, потому что все двигаются в одинаковом направлении, ну и хотя бы должны двигаться в одинаковом направлении, поэтому лидер – это не… в чем разница именно лидер от менеджера, лидер не в оперативке работает все время и что-то за кого-то делает, а лидер делегирует и помогает другим, как бы, по крайней мере, в американской системе, если это позволяет объемы, делать их работу, то есть оставаться в своей, как я называю, дорожке, плавательной дорожке, не лезть в работу других, а именно их поддерживать, чтобы люди делали свою работу, но вести организацию с высшей, то есть со стратегической точки, а не вот с каждодневного вот типа, кто сделал что. Ага, ага. Правильно я понимаю, что вот руководитель в США – это все-таки такой people manager, да, то есть обязательно у тебя должно быть руководство, да, руководство людьми, правильно я понимаю? Да, уметь, уметь руководить людьми, у тебя должно, да, ты работаешь с людьми и ими руководишь, это большая часть. Да, это вот я встречаю в резюме ребят, которые руководители, допустим, в Восточной Европе, они приезжают сюда, они присылают мне свое резюме, как руководители там подразделений, к примеру, ну вот CPO, да, Chief Product Officer, и достижения, когда я смотрю у них, у них достижения в основном такие обычные, как Individual Contributor, да, вот. Да, они вот там запустили какую-то фичу, какую-то метрику подняли, и я смотрю, что это, ну, не то, что на самом деле здесь, да, совершенно вот не то. Ну, давай, может быть, тогда с тобой обсудим, обсудим вообще разницу, какие основные различия между руководителями США и руководителями Восточной Европы. Вот ты привела момент, я хочу просто как бы, и сейчас вернусь к различиям. Ты привела момент такой, допустим, человек пишет, да, то есть они руководители, человек и пишет, я там такой метрик сделал, да, здесь я смотрю в резюме, какая у них была команда и чего команда достигла, да, то есть, допустим, там, или как долго эта команда продержалась вместе, допустим, то есть увидеть, что человек умеет работать с людьми и их доводить до этих целей. Цель замечательная, как бы, ну, это финальный результат, то есть это я как бы хотела закрепить. То есть если ты Individual Contributor, да, ты как бы ручками берешь и это все делаешь, да. Если ты менеджер, ты как бы берешь других людей и их ручками все делаешь, правильно я понимаю? Да, да. Супер. То есть ты должен отразить это в резюме, если ты руководитель, да. Я на это смотрю как HR, да, то есть я на это всегда смотрела как HR, то есть именно какие у них междучеловеческие качества и что они делали с людьми, то есть для меня было больше там продвинул там, то есть в моей команде там люди развились до такого-то уровня, да, или там, допустим, да, мы запустили этот проект, но запустили мы вот такой вот командой и все вместе. То есть даже этот язык, даже выбор этих слов для меня показывает, что человек думает о других людях. То есть я всегда говорю своим лидерам, когда работаю. Если допуска... Если кто-то сделал что-то хорошо, то есть, допустим, вы там, у вас команда, и кто-то в команде сделал что-то хорошо, то как лидер вам нужно это... Ну, то есть человека не благодарить, а сказать об этом публично. То есть сказать, что вот какой классный человек, и чтобы все это слышали. Если кто-то совершил ошибку, и это не ваша ошибка, ну, кто-то в вашей команде, то угадайте, кто эту ошибку берет на себя. Вы как лидер. Но вот этот, вот эти нюансы языка, когда я разговариваю с лидером, если мне лидер говорит там, да, мы этого достигли, но Вася, вот столько... Ну, там, допустим, ну, вот если бы еще Вася эти ошибки не совершал, для меня я к этому прислушиваюсь. То есть для меня лидер, для меня, как HR тогда, и сейчас, когда работаю с ними, должен быть человек выше этого. То есть он должен быть человек, который поднимает всех вокруг себя и берет удар на себя. Это очень непростая позиция. Но, простите, если вы доходите до такого уровня или хотите туда, стремитесь, она приходит со своей долей ответственности и, соответственно, со своими, как бы, consequences, то есть последствиями. Вот это одно из них, что, как бы, и очень часто лидеры говорят, мне очень одиноко, потому что, как бы, получается, что, да, я благодарю всех, это, как бы, все сделали, а проблемы на меня. Я говорю, согласна. Найдите, пожалуйста, себе лидера, желательно в другой компании или, там, с коучем работать и выговаривайте все, что хотите. Вот. Но не своей командой. Хвалите сами себя, мне кажется. Конкретно, да. Конкретно. Хвалите других и хвалите себя. Да, мне кажется, это очень важно. Это тоже, как бы, быть такой mature, да, для лидеров. Быть mature, не быть, как бы, ребенком и ждать, когда мама его похвалит, да, или кто-то похвалит, да. Да, да, да. Ну, иметь возможность похвалить себя и параллельно еще похвалить всю свою команду, да. Потому что, в принципе, вы выстроили это. Да, то есть возвращаемся к каким-то различиям. Слушай, а давай у меня еще follow-up такой question. Давай. Здесь, извините, какой-то за мой рунгляш сегодня. Сегодня у меня микс русского и английского. Вот. Я хотела что спросить? А, по поводу вообще культуры Америки такой индивидуалистической. И что я слышала, что когда вы пичите себя на собеседованиях, говорите про свои достижения, надо обязательно говорить я-я-я-я-я-я. Я достиг чего-то, да, как продакт-менеджер, я запустил эту фичу. И это понятно. Ну, и не говори, что мы с командой. И вот расскажи про это. Вот лидер, получается, должен говорить мы, да, а вот индивидуал контрибьютор, да. Это классный вопрос, потому что для лидера, если я интервьюирую лидера, мне важно, мне нужен баланс тогда. То есть не просто, что там я или мы, а вот баланс, допустим, что у меня получилось организовать команду так, что мы достигли вот этого, да. Или для меня важно, то есть я говорю про себя, я говорю, что, как бы я так делала на интервью, допустим, я говорила, что мне важно, мне как лидеру важен рост моей команды. Соответственно, я всегда какой-то, у меня всегда была цель у каждого работника в моей команде, какая-то личная цель роста на год. Я всегда с этим работала. Потому что для меня это важно, да. И то есть, как лидер, если я интервьюируюсь, разговариваю, я говорю о том, что да, мне важно там, какая-то там про культуру я могу сказать или еще что-то сказать, да. Но не забывайте про команду. Не забывайте, как вы ведете людей. То есть для меня важно качество вашей работы с людьми. То есть там не то, что говорят там, ну, мы можем сказать, и мы там достигли какой-то цели, или там я достиг. Но мне все равно хочется услышать, как, что для вас важно в командной работе. И как вы ведете. Я спрошу эти вопросы, как HR. Я спрошу, такие, я люблю себя спрашивать поведенческие вопросы. И с открытым как бы концом. То есть я спрашиваю, расскажите, пожалуйста, там, расскажите, пожалуйста, о том, как вы достигли какой-то цели, как вы достигли, как вот вы командой, или там сами достигли цели. И потом я слушаю. Человек говорит про себя только. Или про команду. Или говорит, как бы, типа, вот я там делегировал это, подвел ресурсы туда-то, и вот мы все вместе сделали вот такие моменты. То есть от вопросов еще, ну, для меня зависит. Но когда человек разговаривает здесь, в этой культуре, в моем опыте, важно показать, как ты работаешь с людьми, и какие у тебя ценности, как лидера, и как человека, и где эти ценности сопоставляются с той организацией, на которую ты подаешь на работу заявление. То есть как HR, для меня это тоже все. Потому что как лидер, и мы об этом тоже можем поговорить, ты потом двигаешь культуру. Опять же, почему я работаю с лидерами? Потому что стоя выше, ну, в иерархии, да, их какие-то моменты понимания осознанности и неосознанности очень влияют, могут очень влиять на культуру компании. И то есть ты можешь строить культуру, и нанять лидера, ну, как бы, если ты неосознанно, как бы, вообще не втыкаешься, как говорится, не понимая, которые ценности будут противоположные, допустим, да? И это просто... Это просто, да, разрушение, да? Это фактически разрушение, да? Я помню, как HR, я такая, да что ж такое-то? Мы тут строили, строили. Строили, а пришел кто-то, да? А пришел и взял все, разрушил. Да, поэтому, наверное, найм на руководящей должности, это просто отдельная боль вообще для всех, да? Мне кажется, это очень-очень сложно, и это очень долго. И вот, ну, например, моя позиция, я в основном иду как все равно individual contributor, как senior product manager, это individual contributor. Но, тем не менее, все равно это лидерская роль, и все равно мне задают вопрос, вот буквально недавно я встретила такой вопрос, он звучал так. Где? Ну, так как product manager, я работаю с девелоперами, с QA, с дизайнерами, да, со всеми. И вот интервьюер спросил, где заканчивается роль product manager и начинается роль разработчика. И тут я, короче, мне никогда в жизни не задавали этот вопрос, но тут я поняла, что, ну, она не заканчивается, да? Ну, вот роль product manager, она вообще не заканчивается. Вот пока вот эта вот машина, команда, да, вот нужно двигать, да, роль product manager везде и всегда. Я не была готова к этому вопросу, то есть я его никогда не репетировала, не тренировала, но чисто интуитивно я понимала, что этот вопрос как бы такой с подвохом, что как бы нету этой границы, не заканчивается роль product manager, да, мы команда, и моя роль как продукта, ну, быть всегда с командой, двигать мою команду вообще в любых состояниях, да? Сидит разработчик, пишет код, либо сидит, он не пишет код, да, это вот, ну, как бы моя задача, да, все равно. Да. А product manager, ты еще как бы подняла такой момент, потому что у меня пару, тоже пару подруг в этом работают, она, это очень интересная профессия, потому что, ты правильно говоришь, вы идете как individual contributor, но вы всегда, вы должны организовывать людей, и вот в этом, кстати, я нахожу в этом сложность, то есть для меня product manager, это вы просто вот как бы такой, не то, что идеал дипломатии, но вообще, то есть вам нужно скиллы вообще обширные, потому что у вас нету авторитета, как бы у вас нету силы и власти, чтобы как бы на этих людей повлиять. ПОВЛИЯТЬ, вы можете только повлиять своим, там, доверием, уважением, какой-то харизмой, то есть включаются все soft skills, которые вообще когда-либо существовали, не существовали, потому что как начальник, у тебя все равно иерархия есть, ты начальник там кого-то, да, то есть люди у тебя все равно подчиненные, с этим определенное ответственность, то есть это такое, такое как бы, об этом тоже можно вообще отдельно разговаривать, потому что такой очень интересный мир, где, когда начальник, у тебя есть и ответственность, и как бы и власть, и что с этим делать, и люди понимают, где они стоят, в какой как бы позиции, а когда project manager, все, что вы можете, это вот на собственных отношениях. Это такой cheerleader, да, cheerleader, да, вот это все, да. У вас просто. Поэтому, когда задают вопрос, кто такой product manager, отвечаешь, что product manager – это мини-CEO, это неправда, потому что у CEO есть authority, да, это вот management without authority, это вот мы не можем… Это самое тяжелое. Да, мы не можем пойти и уволить человека, продукты, да, мы не можем, в принципе, и нажаловаться не можем, да, вот escalate там и что-то еще сделать, мы ничего не можем. Единственное, что мы можем сделать, это пойти и попытаться изнутри решить эту проблему действительно с помощью своих каких-то лидерских качеств. Поэтому даже независимо от того, что продукты – это individual contributors, а не типа people managers, да, все равно у нас всегда в интервью leadership interview questions. Всегда, всегда, да. Они там правильно существуют, но внутри организации я когда разговариваю со своими друзьями, то есть этот момент, когда у вас нету на какие как бы кнопки, вы ни на что не можете нажать по большому счету, особенно escalate, да, я говорю, слушайте, как вообще работу делаете? Да, да. Да, нельзя пожаловаться, да, и вот если ты пойдешь пожаловаться, ты просто пожалуешься на себя, что у тебя нету вообще возможности, силы, и вообще ничего, да, знаний, навыков, чтобы решить этот конфликт самостоятельно. Вот, и это как бы, ну, это ты сам себе яму роешь, да, если ты будешь там жаловаться постоянно, и уволить его, ничего не можешь, да, сидишь и думаешь, что с этим делать. Хорошо, давай вернемся тогда к вопросу, все-таки какие основные различия между руководителями в США и в Восточной Европе, между, не знаю, принципами, стилями руководства, вот расскажи, пожалуйста. Да, я как раз смотрела, думаю, как это точно понимать, то есть разные есть способы лидерства, да, то есть есть там парочку, мы назвать, допустим, трансформационное, есть демократичное, есть авторитарное, и я еще там смотрела, как бы и транзакции. То есть для меня, что я замечаю, что в Америке, и сейчас, конечно, это тоже такой новый путь после ковида, там компании как-то меняются еще больше, но очень много демократического как бы подхода к лидерству, да, или трансформационного, зависимости от организации, намного больше, и от индустрии еще зависит, конечно же. Что такое трансформационный стиль? Вот демократически, я понимаю, да, все все решают, да, и ты такой коллаборатор между ними, да, а вот трансформационный, это больше, как бы я тоже посмотрела, так я думаю, интересные стили, это больше как бы компаний, где лидерство внедряет новые идеи, то есть где много инноваций, и то есть я думаю, их можно скомбинировать, то есть есть трансформационный стиль и демократичный, то есть ты как бы вводишь все время новую информацию или новые какие-то подходы, и в это время как ты это делаешь, да, допустим, демократичным стилем или там другим каким-то, то есть они совпадают вместе, а есть же определенные индустрии, где вот как бы все время новые инновации или там креативность, ну сложно, там, я не знаю, машиностроение какое-нибудь, допустим, это все равно вводится, но не так резко, не так быстро, а есть, конечно, там какие-то софтвер или еще что-нибудь, они же постоянно. Да, ну давай, давай сфокусируемся именно на software development, потому что люди, которые меня смотрят, в основном работают там, и я думаю, что в основном обладают все-таки демократическим вот этим стилем лидершип, да, я не буду уже говорить про эти авторитарные, что пришел там начальник завода, да, это не моя аудитория, давай вот возьмем какую-нибудь, ну, компанию, там, я не знаю, стартап где-нибудь в России или в Беларуси, такой нормальный, адекватный стартап, да, вот, и стартап здесь, вот, хороший лидер, давай возьмем хороших, да, хороших примеров, не вот эти вот ужасные, которые там, яркости, да, вот давай, давай между ними проведем какие-то параллели и какие-то различия, потому что очень часто люди, которые все-таки переезжают в США, они адаптированы под западную культуру, да, это не вот эти вот какие-то с дубинкой, да, никто не представляет, они адаптированы, они вполне, возможно, хорошие у себя на родине, но, но когда приезжают сюда, испытывают вот эти вот сложности, что здесь все равно что-то не так, вот расскажи, пожалуйста, вот в чем все-таки разница? Хороший спросил про пример, у меня, в принципе, родственники работают в Беларуси в IT-компании, и у них стиль очень похожий на силиконовую долину из компании, то есть ребята давно уже, мне лет 13, я еще все время каждый раз думаю, блин, какие они молодцы, то есть параллели в плане того, что у них демократичный тоже стиль, там как бы в общем они там внедряют, то есть в принципе прислушиваться к мнению своих работников, да, это намного легче сделать, когда компания меньше по размеру, чем компания больше по размеру, но это возможно, и я еще тот приверженник, то есть не все, то есть все компании, которые работают, как бы объяснить людям, что не все решения, не все решения могут быть приняты демократическим образом, это тоже окей, то есть не все полотно вот либо так, либо так, но это я уже своего опыта здесь говорю, да, момент, который, я думаю, проходит сложнее, когда люди, особенно, когда они были там руководителями, и приезжают сюда, я, еще раз, у меня опыт в Калифорнии, то есть я живу здесь всю свою сознательную жизнь, как бы, и, и, соответственно, из HR, и в Калифорнии, чтобы все понимали, у нас сам, в Калифорнии, из всех штатов Америки, самый огромный штат по наличию трудовых законов, то есть если в Техасе их там три или четыре, что-то такое, то у нас больше двух тысяч, там, две тысячи с чем-то, и каждый год они прибавляются, то есть за счет этого формируются определенные культурные нормы работы, и вот здесь такой момент, что я думаю, что когда лидер, начальник, или кто-то, кто людьми управлял оттуда, приезжает сюда, здесь людям нужно больше в каких-то моментах нужно их больше слушать, слышать, где-то, наверное, держать за руку, что нам кажется, как типа вот особенно русскоговорящих людям, типа я не понял, я же сказал там, что здесь непонятного, да, или допустим, они там вроде приняли решение, а потом человек не уверен, вот этот момент, фактор человеческий, который растягивает, то есть здесь более эмоционально, у меня такое предположение, люди ведут себя на работе, чем в нашем постсоветском пространстве, то есть там, отличное, отличное, да, замечание, вот мне понравилось очень, вот что-то действительно больше слушать и как-то вести за ручку, здесь у меня, я пыталась вспомнить своих боссов американских здесь, у меня был прекрасный, очень классный босс однажды, вот он прям был идеалом, мне кажется, лидера, вот американец, да, он был американец, он был такой, прям вот типаж, мне кажется, вот эталоном такого видошипа, я не знаю, для меня, потому что он умел всё плохое сказать так, что ты вышел, как будто тебя облизали с ног до головы, там, посыпали цветами, да, и вот он любой конфликт, вообще любую плохую ситуацию умел вот так вот искусно вырулить вообще всегда и везде, что вроде как и проблемы нету, знаешь, и я не понимала, как он это делает, я не понимаю, вообще, что это за качество такое, как он так вот, и поэтому всегда, когда я помню, что у нас какая-то проблема с проектом, да, нам нужна какая-то помощь, я всегда к нему шла, я говорю, слушай, помоги реально, вот ты прям профи в этом, да, ты профи, да, я знаю, что я не вырулю сама это, просто у меня нету таких скиллов, как у тебя, вот, что он либо сам приходил ко мне на встречи там со стейхолдерами, разговаривал, и разговаривал, и все такие, все радостные, и все порешал, да, либо давал мне какие-то наставления, да, но я все равно не понимаю, у меня нет вот этого вот чуйки какой-то, чутья вот этого, я не знаю, как они это делают, расскажи, пожалуйста. Ну, это, это личное качество человека, я должна сказать, то есть это как бы комбинация, это комбинация личных качеств человека, и вот эта комбинация эмоционального интеллекта, с моей точки зрения, и не боязнь конфликта, то есть опять же, он разруливает конфликтные ситуации, я очень часто работаю, как бы, если какие-то воркшопы делаю, одна из больших тем, которые я делаю, это искусство проводить сложные разговоры, вот в этом смысле, мы тоже очень отличаемся, вот культурно, да, там сложный разговор, типа, так, я пришел, сказал там, ну, может быть, чуть там помягче, да, здесь сложный разговор, как бы, их, наверное, больше вот так вот обходят, да, потом это, конечно, все большим комом выкатывает, то есть такой человек, он, конечно, больше исключения, чем правило, поэтому очень классно, что у тебя такой опыт есть, вот серьезно, да, но это его личное качество, и его личные, особенно, еще, говоришь, мужчины, и его личное развитие эмоционального интеллекта, в который входят разные компоненты, да, и не боязнь конфликта, то есть конфликт для многих из нас, я не исключение, особенно раньше, это всегда нес негативные какие-то чувства, типа, блин, сейчас разворачивать этот конфликт, потому что у нас модели были такие, как бы, мы выросли в определенных, все вырастаем в определенных моделях, но если у тебя модели, твоего взрослых перес, и у тебя было такое, что люди всегда говорили, или обсуждали какие-то серьезные темы, и находили, как к ним позитивно подойти, да, то у человека, типа там, а, ну так сейчас мы тут все разрулим, то есть все равно, этому можно, я тоже этому верю, этому можно научиться, и я с этим работаю, но это процесс, вот это вот точно не, не навык там, поставить смарт-гол, да, расписать все, и типа, окей, я понял по шагам, я пошел называется, это вот чувствовать людей, и это для меня вообще такое, это желание это делать, потому что если нет желания, потому что это тяжело, это непросто, это совсем непросто, и очень легко слиться, серьезно, да, но это вот именно, это желание, вот людей, как ты говоришь, опять-таки, вот лидер, людей, их точку зрения, понимать, это желание понять людей, и найти какую-то общую точку, где все себя чувствуют услышанными, и вроде как-то проблема решается, и вот это делается не вот таким способом, не, да, не меряется какой-то силой. Да, да, я вот сейчас тоже начинаю просто вспоминать, вот знаешь, у меня такой, просто принт такой в голове отложился, поведение вот этого менеджера, потому что для меня это было просто какой-то уникальный пример, настолько мне понравилось, как он вообще себя вел, что я каждый раз, я сидела и смотрела, и пыталась у себя вот, знаешь, запомнить, да, да, принт-скрин такой сделать у себя в голове, вот Аня, вот куда надо стремиться, вот сюда, вот так надо быть, вот, и да, действительно, ты говоришь, он не боялся, он не боялся, он шел за свою команду, он знал, что у него впереди какой-то неприятный, скорее всего, разговор, действительно, было очень много стресса, было очень много давления со стороны коллег, он всегда приходил, позитивный такой, да, и вот он всегда начинал, мне очень нравилось, он всегда начинал митинг, не просто, да, small talks, да, вот, который в Америке, да, мы это уже оставим, потому что это уже как must-have, да, в Америке, так он еще всегда, он всегда запоминал что-то о тебе, да, обязательно, о какой-то твоей жизни, как твоя дочь, да, он всегда меня спрашивал, Аня, а как твоя дочь, Аня, а как твоя кошка, да, вот, понимаешь, он как бы сидел и запомнил, что у меня есть дочь, у меня есть кошка, да, он запомнил какие-то маленькие детали, про школу, да, про какое-то обучение, какие-то что-то про кошку, я ему вот в процессе, когда отвечаю, рассказываю как кошка, я ему что-то отвечу про кошку, да, он либо запомнил, либо куда-то записал, в следующий раз он обязательно меня спросит, да, а вот как вот эта ситуация, что вот ты решила с кошкой, да, что вот с дочкой, что у тебя там ещё по каким-то твоим хобби, да, в фронтам, независимо от работы. И мне это очень было приятно, да, человек обо мне не знаю, думал, да, ну, как бы пытается узнать. Да, и это, мне кажется, тоже очень важно, очень то, что, наверное, как-то отличает, я вспоминаю своих боссов из Восточной Европы, да, мне кажется, им было, ну, по большому счёту, пофигу на мою жизнь, да, ты сиди и делай свою работу, да. Да-да-да, то есть вот это разделение типа там пофигу, мне пофигу, ну, типа вот так, мы здесь делаем работу, вот это в мягкости такой, да, нету, допустим, понимания. А второе, это я твою статью тоже читала на днях, которые там вышло в Forbes, это вот, когда говорят с нашей стороны, со стороны бывшего союза, ну, это как-то неискреннее там всё, и я помню, ты написала, такая, слушайте, вот лучше мне просто вот красиво со мной поговорят пять минут, там, если вы считаете, что неискреннее, но зато я ухожу в состоянии, да, ну, в хорошем. Искреннее, ну, то есть с этим менеджером я даже не сомневаюсь, это было искренне, но момент, наша нервная система не различает, искренне это или неискренне. Но наша нервная система различает, это для меня сейчас опасно или не опасно. и уже от этого развивается разговор, то есть уже от этого твоя нервная система расслабляется, ну, то есть конкретно, да, то есть это, ну, это вот, это научно доказано. Вот. И ты спокойно проводишь разговор. Так же, как и все остальные, которыми уступает разговор, да, то есть ты-то в его команде была, там, допустим, а там кто-то кому-то он идёт с кем-то разговаривает, и вот это он спрашивает, ну, хорошо, если там человек встанет в позу, как у нас некоторые любят, да, с нашей, с той стороны, типа, нет, я вот им не дам через мою броню прорваться. Ну, а толку-то от этого? Кому от этого лучше? Вот скажите мне, пожалуйста, да, то есть вот этот момент, типа, вот, я вот докажу, ну, вам хреново, и человеку тоже не особо весело, да, ну, то есть и вы всё равно не пришли к какому-то решению, которое могло быть не А и не Б, а С, которое мы не можем видеть, когда наша нервная система в состоянии опасности. Если она у тебя расслаблена, то ты намного легче можешь наивлигировать, у тебя опции другие появляются, которые, они просто физиологически не могут появиться, потому что твой мозг и как бы твой этот лимбик, да, то есть который вот этот наш такой, сейчас либо драться, либо бежать, либо буду замирать. Ну, с того состояния нифига решить невозможно. Именно таким коллаборативным путём. Ну, а если вы двигаете не коллаборативным путём, ну, пожалуйста, но далеко не уйдёте, честно скажу. Ну, зависит от культуры организации, но здесь это не весело. Да, да, да. Это вот частый мой комментарий, когда я говорю, что мне нравится американский процесс собеседований, потому что ты обычно оттуда уходишь в хорошем состоянии, да, и что это вообще огромный скилл для интервьюера выслушать своего кандидата, даже если он несёт какую-то пургу и делать вид, что это классно. И на что мне часто отвечают, да фу, это лицемерие. Слушайте, ребят, да, я лучше уйду с собеседования в хорошем состоянии. Конкретно. Пусть это будет лицемерие, да, если вы это называете лицемерием, чем когда мне в лицо будут корчить гримасы, да, и показывать всем видом, что я несу чушь, да, и ещё потом что-нибудь и скажут ещё, да, пожалуйста, да, хорошо, мне нравится лицемерие, да, я выбираю здесь тогда вот этот так называемый лицемерие. Хотя я не скажу, что это лицемерие, это просто вежливость, это просто... Вот эта вот вежливость и мягкость, её не хватает в нашей культуре. Совершенно. Особенно это вот вежливость. То есть её поколениями не взращивали, поэтому вот это вот, вот эта сложность, потому что когда вежливость, она тут же сразу воспринимается как лицемерие и воспринимается, типа, сейчас от меня что-то захотят, и я вот сейчас буду здесь вот напряжённым. Ну, вот так вот нас, так вот мы росли, да, то есть поколениями. Вот этот момент, он очень важен для начальника, как мы с тобой говорим, для лидера, переезжающего сюда и ведущей команды, это вот, это вежливость. Это вежливость, это желание понять других, как бы это сложно не было, типа, господи, опять по тому же кругу. Да, опять по тому же кругу. Слушай, супер, отлично. Ну, давай, давай перейдём вообще к трудностям, да, с какими трудностями сталкиваются люди из Восточной Европы на менеджерских позициях, которые переезжают в США, какие основные ошибки они допускают? Я когда думала, наверное, три для меня, и мы вернёмся к ним, то есть культурная есть разница, да, то есть культурный барьер или культурные моменты, в деталях посмотрим, языковой момент, он всё равно существует, и третья адаптация, скорее всего, как бы вот к среде, да, то есть для меня культурная, мы с тобой говорили, о культурной, как бы вот до сих пор, это всё были для меня культурной в плане рабочей культуры. Ну, это вот слушать, да, быть вежливым, да, как-то очень мягко давать фидбэк, да, делать вид, что твой коллега или подчинённый самый умный на свете, да, вот даже, если он не такой, вот это вот такое. Это конкретно такой эмоциональный интеллект, работа, да, то есть это коммуникации, это осознанность своего состояния и состояние другого человека, да, и как с этим, и что с этим делать, самопознание себя, такие, знаете, какие-то моменты, которые у нас, ну, сейчас уже это больше развивается, раньше было намного меньше, и как вот, ну, и вот эта осознанность для меня, то есть когда мы переходим в другую организацию, культуру, неважно, как я, кто я такой в этой организации, как я себя нахожу, то есть не просто, что вот я зашёл в неё и пошёл, да, там, бульдозером, надо какое-то время, чтобы понять, ну, я, по крайней мере, так стараюсь со своими лидерами, говорю, так, вы вот, ну, там, где-то начали новую работу или на должности, дайте, пожалуйста, время себе ассимилироваться и другим вокруг вас, это перемены, перемены всегда ведут за собой, есть такой, целая графа называется of grief, то есть там stages, то есть разные стадии перемен, они всегда ведут за собой изменения внутренних человека, да, которые, то есть они не знают, это хорошо, плохо там, нравится им, не нравится, да, то есть стабильность, нестабильность, и вот это вот, всё этот весь суп, если человек не осознанный, да, то есть это всё проектируется на другого человека, допустим, нового начальника. А если новый начальник ещё не понимает, что вот это вот всё происходит сейчас какое-то время, и вот этот вот суп его туда-назад его, короче, кидают, Это не совсем весело. Второй языковой барьер. Я говорю про языковой барьер, когда со мной разговаривают, особенно там друзья или кто-то, даже какие-то клиенты, сейчас вот когда с Испанией. В Европе, конечно, к языкам относятся, особенно к языкам той страны, если ты приезжаешь, ну, по моему личному опыту моих друзей, а как-то более серьезно, еще акценты. В Америке, я считаю, находятся более толерантно. Допустим, там, ты говоришь замечательно, но когда ты на какой-то определенной должности, то есть когда ты уже растешь в организации, да, и на определенной должности, то все равно нужны навыки. Вот почему, допустим, стала работать тоже сейчас лидерами, для кого английский второй язык, потому что они лидер до определенного момента, но они не могут объяснить так же, как они могут на своем языке, это на английском. Либо у них произношение очень плохое, и их не понимают. И это создает ненужные проблемы. То есть это все равно создает ненужные проблемы. Это не так ярко сказывается, я считаю, если вы просто вот, даже не индивидуал коншибер, а вот просто как бы line employee, как я называю. То есть человек заходит на работу и начинает там, ну, с любой работы, которая, если какая-то есть иерархия в организации, вы на самом нижнем уровне. То есть вы работаете, какой-то минимум у вас есть, вы, в принципе, просто исполняющий человек, да. Ну, если вы понимаете, что от вас требуется, можете сказать, нормально. Но как только вы начинаете двигаться, то ваш словарный запас и как вас понимают люди, это важно. И причем мне подсветила одна из моих подруг, она преподает, у нас военная академия есть, в лингвистическом военной академии в Монтерее, и она преподает русский будущим военным переводчикам. И, то есть, она преподает русский, английский, у нее на высоком уровне, она профессор, но произношение ей никто никогда не ставил. И за счет этого, то есть, я с ней работаю просто с произношением, потому что на конференциях она считает, по крайней мере, это ее такое как бы состояние внутреннее, что ее не воспринимают иногда не так серьезно, что если бы она говорила без такого сильного акцента. Ага, то есть произношение, вот у меня вопрос, да, потому что есть произношение, как ты ставишь ударение в слове, я не знаю, impact, impact, да, это произношение, а есть акцент, вот, ты в данном случае... Я про акцент. Акцент, да, да, потому что произношение все-таки в моем понимании это то, как ты произносишь слово именно с точки зрения его, ну, какие-то ударения, да, ну, опять же, impact, impact, да, это два разных слова, и ты можешь их произнести по-разному, и люди тебя не помутят. Ну, это так, разница в британском, английском и в американском, то есть какие-то слова даже... Ага, ага, именно акцент, да, хорошо, ага, окей. То есть у нее сильный какой-то, да, акцент. Вот русский такой, русский акцент. Speak from my heart, да, вот такое. И вот именно мягкости, вот эта вот мягкость и такой перетекаемость, и так она в этой среде все время, она внутренне, она говорит, мне нужна помощь, потому что она вообще, то есть там, профессор, вот. Ну, она говорит, но вот доставлять эту тему на английском языке, на огромной какой-то конференции, говорит, я понимаю, что мне было бы комфортнее, и меня бы там какие-то моменты, она считает, воспринимали бы по-другому. И в организациях я такое тоже видела. То есть у нас, допустим, мы в Калифорнии, то есть у нас очень много испаноговорящих, да, то есть у нас большинство. Но если кто... Ну, это в основном, допустим, если про акцент говорить. Если человека сложно понять, ну, где-то я, допустим, работаю, если человека сложно понять, то опять создаются барьеры коммуникации. А это, мы с тобой говорили уже, да, это один из фундаментальных моментов лидерства. Это вот двигать людей вперед, куда вам хотелось, да, и вдохновлять. А если тебя человек не понимает или понимает не до конца, или там твой тон, как бы переводит, если мы переводим и слова, и тон с русского языка на английский, ой, ну, это не очень просто. Да, да, здесь я хочу добавить, я недавно брала интервью у Мэриэн Беккер на английском языке, если, да, не смотрели это видео на моем англоязычном канале, обязательно посмотрите, я приложу ссылочку к описании этого видео. Что она говорит? Она из Ливана переехала в США, и сейчас, в данный момент, коучит женщин-фаундеров. До этого она была разработчиком. И вот, что она говорит тоже про английский, для нее это тоже было, естественно, барьером, потому что она не из англоязычной страны. И она сказала, что когда ты плохо говоришь по-английски, люди воспринимают, что ты менее компетентен. Да. И это прям вот реально важно. Да, неважно, насколько ты компетентен. Если ты не можешь это своим языком, ртом, да, это показать, да, извините, да. Ну, то есть история будет все равно, то есть мы же реагируем на людей с позиции проекта, то есть как вот мы видим человека и слышим, да, мы из этого делаем для себя картинку. И это конкретно, это и есть такой момент, да. То есть здесь мог быть не такая там дискриминация языковая, как в каких-то моментах в Европе быть, да, но она правильно говорит. Но компетенция, вот опять, это вот моя подруга, она говорит, моя компетенция ставится под вопрос. Я говорю, ты умеешь, меня в 10 раз там еще что-нибудь, да. Она говорит, неважно. Ну, действительно, у нее английский, ну, то есть наши английские просто небо, ну, как бы небо и земля. Поэтому, да, а компетенция очень важна. Это же как вот, ну, как мы себя презентуем. Есть еще такая фраза в английском, типа fake it so you make it. То есть ты как вот презентуешь себя и вот как бы уверенно, хотя бы уверенно делать то, что ты даже не знаешь, что ты делаешь. В конечном итоге ты этому научишься. Но когда есть чувство некомпетенции, это сложно. Да, да, и поэтому людям очень сложно проходить собеседование в американские компании без какой-то практики, просто потому, что они звучат очень неуверенно и очень некомпетентно, да. То есть как бы у рекрутеров американских у них складывается впечатление, что человек просто ничего не знает, если он не может нормально о себе хорошо и красиво рассказать. Хорошо, давай перейдем к твоему последнему пункту трудностям. Это трудности адаптации. Расскажи, пожалуйста, что ты здесь имеешь в виду? Адаптация, я имею в виду именно понимание вот необходимость понять новую организацию, культуру этой организации, среду, то есть, а это комбинирует все, то есть вы включаете в другой стране, если вы переезжаете в эту страну, да, то есть вы включаете в другой стране, и вот эта вот организация, как вот я говорила, допустим, разница лидерам, да, если они переезжают сюда, как команда, то есть опять помните, если вы приходите в новую среду или в новую организацию, это перемены для вас и для той команды, которую вы там получаете или начинаете работать. И все начинают проверять всех на, называется, толстоту кожи или вообще, типа, кто что выдержит. Это границы. То есть человеческий фактор такой, то есть, не надо, как дети. Мы сразу начинаем проверять, типа, а где что можно, вот куда это можно двинуть или не двинуть. И вот в этом смысле, если нет понимания этого или там какой-то определенной мягкости, и опять мы возвращаемся к эмоциональному интеллекту и пониманию людей и их поведения, то очень, может быть, все воспринято очень штыки и очень резко. Или вообще не понимать, как можно все время спрашивать, почему нужно спрашивать, если мы говорим, допустим, про демократичную подход, стиль, почему нужно все время спрашивать мнение работников, а все время их надо спрашивать или не все время. Или там, а мы собрание делаем всей командой или там только один человек. А если я пошел, поговорил с одним человеком, все сразу типа, а мы что, левые, а почему с нами не поговорили? То есть вот эти моменты, эти нюансы, да, они, я когда, когда у меня начинают, допустим, с работой с кем-то клиентами, они что-то меняют, я всегда говорю, слушайте, ну хотя бы дайте месяц, ну хотя бы месяц, да, чтобы и себе, и другим, чтобы как-то адаптироваться. И по максимуму старайтесь не воспринимать все лично. Вообще старайтесь не воспринимать все лично, вообще на будущее, да. Но особенно в такой момент перемен, потому что момент перемен, он для всех очень нестабильный. И, соответственно, все начинают пробовать, где им эту стабильность, а это, соответственно, контроль, где им эту стабильность получить. То есть у всех контроль выражается по-разному. Мы все, опять-таки, как мы выросли, что нам помогает как-то заземляться, да, или там понимать, что, ага, по-моему, я знаю, где мое место там как бы в этой вот, в этом пазле, да. Тогда начинаются какие-то перетягивания там, понимания, да. А если человек может вот хотя бы какой-то, опять же, лидер там сверху, я люблю говорить там, вот говорю, вы находитесь в собрании? Постарайтесь как бы из тела так вот выйти и сбоку на себя смотреть, вот на этот там разговор какой-то, да. Если у вас есть это умение, тогда какие-то моменты вы просто можете хотя бы притормозить или там заметить. Или я думаю, что на любой новой работе мы все хотим там, ага, я сейчас всем покажу, какой я классный там, и все там, и все сделаю, да. Но иногда, очень часто, лучше замедлиться, вы успеете, вы все догоните, но если вы создадите какое-то место, то есть такой space, да, то есть какое-то место для наблюдения и желания этого делать, то вы потом перегоните, догоните и перегоните. А если начнете сразу бежать, не понимая, вообще не понимая, да, какой-то культуры или каких-то... Очень часто, в чем культура? Культура же это то, что прописано, или, допустим, люди говорят, что там в хендбуке? Культура это не то, что прописано, ну, это часть этого, это то, что не прописано. А то, что не прописано, это нужно пожить этим. Это вот на подкорке, то есть это ты по опыту понимаешь. То есть все говорят, мы принимаем решение вот таким способом. Это прописано в хендбуке, да, допустим, там в инструкции. Супер! И тут же на первом собрании вы узнаете по ошибке, то, оказывается, нужно было спросить там вот этого человека, который вообще там к вашей... Ну, допустим, да, там не имеет отношения в какой-то момент. Или, особенно там project manager будет хороший опыт, знаешь, какой-то там пример. Какая-то структура есть, да, оказывается, нужно было там вот того спросить сначала, или там хотя бы с тем поговорить, чтобы потом все как-то нормально, какой-то консенсус. А это все познается наблюдением. А наблюдение, оно приходит только, если вы этому даете время и желание, да, понаблюдать. Поэтому не торопитесь. Слушай, отличный, отличный поинт. Прям несколько раз я даже себе в голове прокрутила. Действительно, когда вы выходите на новую работу, и мне кажется, даже на любые позиции, лидерские, нелидерские, притормозитесь, замедлите, дайте себе паузу и наблюдайте, осмотритесь. И в целом, что я заметила, американские компании, они чаще всего достаточно медленные. Вот то, что ты придешь, и на следующий день тебе надо будет катить код в продакшн, да, такого нету. Ты будешь там неделю настраивать себе почту, вторую неделю будешь еще настраивать себе там еще другую почту, да. И вот так вот пройдет месяц, да. Потом ты пойдешь со всеми познакомишься. И так далее, да. И вот надо как бы это время использовать как раз-таки для того, чтобы сесть, изучить компанию, изучить людей вокруг тебя, какие-то процессы. И прям наблюдать, наблюдать, наблюдать. Мне кажется, это прям очень-очень хороший совет вообще для всех. И именно вот ты правильно подсветила, что так оно и есть. Там, знаешь, иногда часто я слышу, допустим, там, он болен. Да у них там нифига не сделано. Я там всю неделю там ждал чего-то. Я такая, а что вы ждете? Идите с людьми разговаривайте, там, общайтесь. То есть, ну, узнавайте людей, вот как ты говоришь, да. Узнайте, у кого там дети, что вам интересно. Вот что вам интересно, начинайте на эти темы разговаривать. И потому что в чем же самый главный leverage, в чем самые главные рычаги вашего влияния в любой компании, на любой должности? Это ваши connections, то есть, ваше отношение с людьми. Ну, конечно, там кто-то может сделать, потому что вы начальник, да, и там, вы сказали. Но самое лучшее, то есть, для меня было самое главное в моей команде, это построить так, что люди делают работу, опять-таки, как лидера. Работа делается отношением к людям, а не потому что я так сказала. И если они этого не сделают, да, то им будет выговор. А это делается временем, отношения не строятся там. А когда уже все вовлекаются, когда у всех имейлы работают, когда все работает, уже начинается по 100 имейлов и там, и больше в день, какие отношения иногда. Думаешь, так, подождите, дайте мне там прочитать 50. Вот поэтому, когда есть эти моменты, пользуйтесь. Согласна, согласна. Супер. Ну, вот, да, мы узнали, что есть три типа барьеров, культурно-языковой и барьер адаптации. Давай поговорим о рисках вообще. Почему так сложно русскоязычным фаундерам, там, менеджерам, руководителям найти работу сразу вот такие с бухты-барахты вот в США? Какой риск вообще, последствия для компании американской нанять менеджера вот с таким другим бэкграундом? Ну, риск, мы об этом немножко поговорили, да. Риск – это может быть негативный эффект на культуру. А это большой риск, да. То есть, ну, и риск идет какой-то, может быть, эффект на культуру и также деньги. Ну, то есть, ну, это все, то есть, нанимать на большую должность, это известно всем, это процесс, деньги и так далее, и тому подобное. Когда человек приходит из другой культуры, если организация именно построена на мультикультурной, ну, есть организации такие, даже не обязательно должны быть, ну, как бы, такие огромные или глобальные, но у них сам персонал, все разных там, ну, то есть, этнического принадлежности, принадлежности, возраста, то есть, они конкретно вот очень разные. И на этом культура строится. То есть, это стратегически построено, допустим, это очень классно для разных мнений, для разных идей, для инноваций. Когда мы все набираем на работу таких же, как мы, то, в принципе, все будут думать одинаково. Это тоже не плюс, это такое отхождение немножко от темы. Поэтому, с одной стороны, это классно. С другой стороны, в тех компаниях, в которых вот этого вот осознанности этой нет и понимание, что с разными культурами разный подход и как их анборд лучше, в тех начинаются проблемы. Потому что если те, допустим, с американской позиции или с американской культуры нанимают других культур и стран, думая, что те то же самое будут делать так же, да, то, скорее всего, начинаются какие-то моменты, где обе стороны очень неосознанные в плане в том, что типа, а что теперь с этим делать? Вот. И когда лидер нанимает, как мы говорили об этом в начале, то есть в зависимости от объема ответственности, это, ну, то есть это будет как бы такой ripple эффект, да, то есть это повлечет за собой положительные или негативные последствия для определенного количества людей. Поэтому, когда нанимают лидера из другой страны, из другой культуры, вот этот весь анбординг, то есть для меня это тоже очень важно, что в компаниях не всегда, ну, очень мало на моем опыте, кто понимает, что вот нужно этот анбординг делать, особенно людей из другой страны, или как вот это, чтобы вот это понять, кто, как, где, вот эту адаптацию, помочь им с адаптацией, да, потому что, опять-таки, там, недаром, допустим, 90 дней, но если в 90 дней, да, там, пробовательный такой период, но если в 90 дней действительно вот влиться, помочь человеку понять организацию и культуру по максимуму, потом можно звезды доставать с неба. Но на это не выделяется очень много, обычно, ресурса или внимания, не понимая, что вот вроде, с одной стороны, там, у нас и так времени нету, но, с другой стороны, это не так много времени, если длительные цели. Ну, это такой вот такой, near-sided and short-sided, вот. Ну, вот такие у меня пока, да. Да, 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 я тоже еще, наверное, думала вот именно, как вот разложить, вот, ты говоришь, культуру и деньги, да, я просто подумала о том, что если придет какой-то руководитель, который, ну, немножко не вписывается в коллектив, да, вот что, какие вот последствия могут быть, жалобы от сотрудников, да, вот очень много, да. Люди уходят, допустим. Люди уходят, да. Люди уходят же, это тоже здесь доказано, как бы, что они уходят не от организации, в основном, а от людей, кто у них менеджер, то есть и остаются по тем причинам намного больше, чем они могут. А если это дорогостоящие сотрудники, какие-то крутые разработчики, которые вы искали там целый год, и вдруг вы нашли вот эту вот команду талантливейших разработчиков, пришел какой-то менеджер, всех их распугал своей вот этой вот, какой-нибудь другой культурой или там другими подходами к управлению. Я просто представляю, насколько это болезненно для компании, да, они теряют время, они теряют деньги, они теряют бренд свой, да, талант, да, бренд. Люди начнут жаловаться где-нибудь на глаздор, да, могут пойти и начать жаловаться, что ужасная компания, не идите сюда работать, просто потому, что они взяли не того менеджера. То есть риски для компаний просто огромные. А не дай бог, ой, не дай бог всякие харассматы, да, вот еще какие-то судебные. Да, 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 если просто пожаловаться на глаздор, то хотя бы ладно, там еще можно с рейтингом поработать, а если это будет иск в суд, да, не дай бог, да, мало ли кто там. Такое тоже было. И такое тоже бывает, да, мало ли там как-то какую-то шуточку босс из Восточной Европы сказал своей подчиненной, да, по поводу ее платьишка. А она подумала, что это харассмент, пошла и нажаловалась. А, скорее всего, компания в данном случае легче уволить этого менеджера, да, чем разбираться, кто здесь прав, кто виноват. Ну, особенно если вы только взяли. Да. То есть если ты особенно в этих 90 дней, допустим, да, то да. То есть я эти проводила, по своему опыту я проводила эти всякие investigations, то есть расследования всех этих, у меня тоже был такой опыт. Для меня еще было важно, то есть даже поговорив с таким менеджером, да, я как тот, который принимает решения в конечном итоге, если человек не понимает, в чем была его ошибка или ее ошибка, это проблема, потому что это спокойно может повториться. А вот это уже конкретно, ты правильно говоришь, это уже liability, то есть я так, а с чем мы будем ходить? Вот с этим или вот с этим называется? Поэтому, да, вот эти культурные моменты, они очень... Опять же, допустим, тот же культурный момент в Калифорнии, там нельзя спрашивать какие-то личные, ну, то есть напрямую, да, нежелательно, особенно на интервью вообще нельзя, да. Потом, когда ты разговариваешь с людьми, нужно быть аккуратным. И я тоже говорю людям, они говорят, так что мне теперь ходить, как на цыпочках, я говорю, ну, не на цыпочках, но надо понимать, что вы начальник, на вас все смотрят. Ну, да, поэтому у вас определенная доля ответственности. И какие-то моменты, ну, да, лучше не лезть в них. Если человек расскажет, ради бога, но вам туда лезть не надо. Вот, а это вот конкретно такие, вот, знаешь, вот очень тонкие различия, да, где, допустим, или, допустим, там начальник какой-то скажет, что есть там, ну, с другой культурой что-то, ну, да-да, и делают по-своему. Ну, да-да, это как... Ну, я пойду к CEO, скажу, извините. Либо вы будете сейчас... Либо у нас будет лосс, либо вы что-то с этим будете делать. Угу, угу, да. То есть вот эти моменты, да. Я сейчас пыталась вспомнить, когда мой босс узнал, что у меня ребенок, как, да, потому что вряд ли он спросил напрямую, да, стоп-доподобно, он не говорит, а есть ли у тебя дети, да? Скорее всего, скорее всего, да, я как думаю, что либо я где-то упомянула, либо он сказал про своих детей, мне рассказал, а я его подхватила, о, у меня тоже есть дети, да, вот, то есть мне кажется вот так вот. Это вот, да, это вот опять назад к тому, что как можно с людьми общего находить, что, да, какие отношенческие. То есть, опять же, твой же босс нашел подход и какие-то моменты. Да, он знает личные моменты, но ты четко помнишь, что, типа, ну, точно не в лоб спрашивал вопрос. То есть это такой талант. Да, это талант, это 100% талант. Ну, вот давай обсудим вообще, как развивать вот эти таланты, как развивать американские лидерские навыки и вообще сколько времени это занимает? Ну, по времени, в зависимости, конечно, от того, на какой вы, как бы, точке находитесь, да, или куда вы хотите прийти, это, ну, это все равно процесс. И там, там, шесть месяцев или там выше. Но, в принципе, вот я бы начала так точно с эмоционального интеллекта, да, и даже какие-то простые либо там книжки, либо курсы, я бы все равно прошла, чтобы хотя бы понимать, из чего это все состоит и на какой, на каком уровне вы находитесь, что вам понятно, а что вам непонятно. А давай вот ты так много употребляешь слово, фразу эмоциональный интеллект, ты можешь вот в двух словах объяснить очень кратко, что это такое? Эмоциональный интеллект для меня это умение и желание понимать себя и, соответственно, других в соотношении к себе. То есть это как бы такое, насколько вы хорошо себя знаете, именно вот внутренний ваш мир и вашу эмоциональную, как бы, композицию вашу, да, и насколько хорошо вы, соответственно, понимаете других. Угу, угу. То есть правильно я понимаю, что без осознавания, знания себя и своих и умения определять свои чувства и эмоции, ты, скорее всего, не сможешь определять чувства и эмоции других и понимать, насколько им тоже хорошо или плохо, да? Это единственное, с чего мы начинаем, да. То есть это опять-таки, как мы же не можем, там же одна из частей – это эмпатия. Эмпатия – это умение находиться как бы в туфлях другого человека, просто понять, да, как бы. Но понять этого человека мы можем только, понимая какие-то моменты в себе и, соответственно, какой-то, может быть, какая-то соединенность в этом. Я не говорю, это не значит, что принять их, на них решение, это не значит, что что-то для этого делать. Это просто услышать и понять другого человека. Угу. Да. Нет, я считаю, что можно, и поэтому как бы… Нет, я чётко считаю, что можно. Но это, опять-таки, это вот это вот личностное развитие, которое занимает время. То есть когда, допустим, ты спрашиваешь, сколько это время занимает, я такая, ну, зависимость от человека, но там… Явно не быстро, да, то есть это явно… Явно не быстро, но полгода там какие-то моменты или сдвиги, да, есть. Ну, это вот именно этот вот такой процесс, который люди с более логичным складом ума или что-то, ага, у меня такая цель, я её достиг, а здесь оно более качественное, то есть разница твоей жизни меняется, твоего понимания себя, то есть вот это вот именно осознание, умение понимать, как на тебя что-то влияет, и как ты реагируешь, и почему ты так реагируешь, да, и откуда это вообще… И что с этим делать, и, соответственно, потом, когда ты в отношениях с человеком, работа, дом, неважно, мы всё время с людьми общаемся, да, но как мы по этой дороге идём, и мы как бы… Есть же разница в английском, respond или react, то есть мы отвечаем или мы реагируем, это разное по качеству поведение, вот. Реакция, она идёт из такой… Она импульсивная, и она идёт как защита, а ответ, он идёт более из понимания себя, и, соответственно, ты тогда отвечаешь там человеку или как-то ты на этот какой-то там позыв отвечаешь, а не реагируешь, то есть у тебя есть время, ты себе создаёшь такое внутреннее время между тем, что к тебе пришло, что ты внутри себя переварил, и что ты выдал. Вот в этом вот промежутке самая важная часть. Слушай, очень интересно, то есть… Да, мы… Да, вот ты сейчас упомянула «Развивать эмоциональный интеллект», да, ты упомянула ещё какие-то книжки, вот скажи, пожалуйста, ты можешь сейчас их назвать, или, может быть, потом приложишь их, вот какие-то, может быть, ресурсы, да, очень интересно мне самой теперь. Ну, одно я смотрела, допустим, одна книжка, это Ричарда Баятиса, но я давно-давно её читала как-то, «Эмоциональное лидерство», то есть, в принципе, на данный момент, ну, и как бы я больше там в англоговорящем, допустим, как-то все моменты эти изучала, чем в русскоговорящем, но я даже какие-то курсы, тот же Будников, есть такой Игорь Будников, который припредаёт медитацию, то есть он как учитель медитации, но он работает с лидерами тоже, ещё сейчас стал там всякие эти ретриты проводить и всё, ну, и сам факт того, что находить практики для себя, где мы можем замедлить наше делание, и где мы можем вернуться, как бы прочувствовать, что у нас происходит внутри, да, и мозг не просто там остановить его думание, а просто уметь вот эти паузы создавать, а паузы создаются разными практиками, кто-то делает телесные практики, кто-то делает, комбинирует, кто-то медитацию, медитация бывает в разной форме, да, и в медитации для меня это не обязательно там час сидеть каждый день, и всё-таки я же так не могу, это начать вот две-три минуты, но это вот сама практика того, что вы сядете для себя, просто посидите в тишине две-три минуты, и постепенно начнёте замечать, куда у вас мысли бегут, какие вы списки делаете, да, это позволяет вам замечать, то есть для меня это слово awareness, да, то есть вот это замечание себя, своего внутреннего мира, окружающего мира, пока мы не начнём замечать, осознанности очень, ну, и до неё очень сложно добраться, потому что мы просто понакатанно идём в таком дефолте, и просто делаем, и, ну, не слышим, не слышим, не видим, мы просто делаем. Вообще вот, да, наблюдение, опять же-таки возвращаемся к наблюдению, я тоже рекомендую людям, которые вот приезжают, только-только свежие иммигранты, вот как мне адаптироваться к культуре США, ну, наблюдайте, да, вот, наблюдайте и смотрите, да, что нового, да, вот в данном каком-то действии или чего-то, да, вот вы пришли в магазин, вам улыбнулся продавец, он с вами поговорил пять минут о какой-то фигне, да, и спросил про вашу вообще день, жизнь, детей там и так далее, что угодно, да, и здесь начинается такой вот как бы диссонанс, типа, что ты со мной вообще разговариваешь, да, вот вообще, да, и тут вот здесь как раз-таки точка роста, точка вашего роста, если вас что-то триггерит, подумайте, да, ага, так, меня один продавец спросил, меня второй, ага, третий, наверное, так надо, да, дай-ка я попробую сам спросить продавца в следующий раз, да, и опять же-таки понаблюдай, такая, фу, мне не нравится, да, что за фигня какая-то, да, и вот здесь вот сидишь и наблюдаешь вот по каким-то мелочам, там, в лифте встретился, улыбнулся тоже сначала, я вообще не могла себе, не знаю, принять вообще тот факт, что я должна в лифте с кем-то общаться, улыбаться, мне это очень не нравилось, но со временем, со временем просто как бы я наблюдала, я понимала, что здесь такие правила игры, здесь надо здороваться, здесь со всеми, я теперь уже, когда здороваюсь, а со мной не здороваются, я такая, вы что, офигели, что ли, губьяны какие-то, да, 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 вообще уже, ну вот, я такая, на днях я такая, я не поняла вообще, да, 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 ты что со мной не здоровишься, да, 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 я ему как, good morning, слушай, супер, ну давай, помимо, да, то есть три вещи последствия, там, вебинары какие-то проходить, да, допустим, там, книжки, то есть для кого что заходит, но просто даже вот просто начать понять, что для вас это значит, и где у вас, вы такие, да, вообще не понимаете слов, и начать в это копать, да, вот это уже вас как бы поведет совершенно по другой дороге. Супер, ну давай, по поводу развития американских навыков, мы очень хорошо обсудили эмоциональный интеллект, есть еще что-то, что поможет мне развить свои американские лидерские качества, помимо развития эмоционального интеллекта? Ну, я когда думала об этом тоже, какие-то лидерские курсы, но именно лидерские курсы с этой стороны, то есть эмоциональный интеллект, я бы сказала, даже вот просто найти либо какие-то meet-ups, если вы здесь, да, если нет, то тогда какие-то курсы на английском о лидерстве, то есть чтобы нарабатывался, во-первых, словарный запас ваш, да, то есть как бы вы понимали, то есть вы в этой среде были, а это во-первых, во-вторых, вы начинали читать, ну тут больше для меня почему нравятся курсы, потому что вы тогда интерактивность идет с людьми, да, то есть допустим, вы можете задавать вопросы, не просто там вы прочитали книжку, такие, а, а это вот так или не так, то есть когда вы какие-то курсы проходите, не обязательно там вообще, ну, не в деньгах дело, а дело просто, что вы как-то говорите, вы наблюдаете, походите по улице, и вы слушаете какие-то курсы, в них присутствуете, то есть у вас по-любому начинается, запускается машина вашего слушания, связания, понимания языка другого, и включаются вопросы ваши для себя, да, то есть я же не знаю, с какими вы качествами приходите, да, но начинается момент такой, а, вот они это сказали, а что это значит вообще, да, допустим, там, или там мы говорили про фидбэк, или там про обратную связь, да, вот делать ее вот так, а это вот с кем попробовать, и это надо пробовать, то есть для меня еще такой большой человек, как бы практики, да, то есть мы можем говорить о куче всяких вещей, но пока мы что-то не начнем пробовать и делать, это находить либо с какими-то своими, если вы еще не работаете, то есть с друзьями, или какую-то группу создать, или не бояться там несколько человек вместе с вас, слушайте, или особенно, почему у меня еще курсы заходят, вы можете создать там, как бы, такой бадди, то есть взять кого-то и сказать, слушайте, а мы можем тренироваться там вдвоем? Это страшно подойти к незнакомому человеку, просить, что вам нужна помощь, ну, это рост, вот это и есть эмоциональный интеллект, что типа, да, мне страшно, вот я сейчас пойду попрошу, могут сказать да, могут сказать нет, ну, это без этого в жизни невозможно, ну, возможно, но это вы и останетесь на одной точке, вот, поэтому найти кого-то, либо даже несколько, пару человек, где вы можете это практиковать, хотя бы разговаривать об этом, и это уже начинает вас подвигать, а потом, конечно, можно пойти на работу в более низкой позиции, как для вас может казаться более низкой, здесь тоже такой момент в Америке, позиция иногда, то есть само название позиции может соответствовать, не соответствовать деньгам, ну, то есть вы можете называться одним, зарабатывать другой, то есть смотрите, что вам важно, вам важен статус, и там вот вы на такой позиции, в такую позицию хотите перейти, ну, это, ну, как бы, это можно сделать, но более сложно, если вам набрабатывать опыт и пойти в более там, если вы были там директором, а вы пойдете в менеджер, да, то вы будете нарабатывать вот саму, вот то, что я говорила, культура организации и адаптация, вы хотя бы будете на опыте, вот то, что, допустим, Аня рассказывала, да, или там я рассказываю, вы будете на опыте проживать хороших начальников, не очень хороших начальников, подчиненных, которые вам вынимают мозг, да, там подчиненных, которые, оказывается, есть классные, это все опыт, и если вы можете через свое эго пройти хотя бы на какой-то период времени, если там сказать так, я вот год делаю вот это, допустим, да, я просто иду работаю вот в этой индустрии, и идете работаете, вы наберете кучу опыта. Вот прям плавно, наверное, переходим к моему последнему вопросу про вообще стратегию поиска работы для свежеприбывших эмигрантов руководителей, потому что, ну, как мы уже поняли, наверное, сразу в руководящие должности идти достаточно сложно, просто по причине тех рисков, которые мы описали компанией, скорее всего, просто так вас на руководящие должности не возьмут. Вообще, что делать при поиске работы? Какую стратегию в США им выбрать? Расскажи, пожалуйста, вот. Ну, я думаю, как мы сейчас только что коснулись это вот выбрать, ну, как бы и ты с этим намного больше помогаешь, вот это тоже хочу сказать, особенно, как бы, какой резюме составить, да, какие слова подобрать, это тоже здесь как бы важно, потому что, в принципе, очень много выбирают резюме через системы, да, то есть это как бы автоматом выбирается, а вы уже подходите. Важно разобраться в своем внутреннем мире, на что вы согласны на данный момент, да, с чем вы согласны работать. Если ваш внутренний мир, как бы, сходится с тем, что вы говорите, так, я немножко резюме подделаю, там, не под директора, а под менеджера, и подберу правильные слова в этой индустрии, ну, и опять-таки, и как бы в плане времени и денег, я всегда рекомендую людям, вот, пойдите, вот, допустим, и, ребята, я совершенно не чувствую, как бы, ну, пойдите к человеку, допустим, пойдите к канюте, да, и вот просто проведите час или направленно, да, и это сделано, чем вы будете, вот это вот опять-таки, это вот принимание культуры, или, либо чем вы будете там часами и днями это все сами разбираться, я больше человек такой, найти специалиста, который знает, что делает, пойти к нему, все сделано, я пошла дальше заниматься своими делами, то есть подобрать резюме и уже эти работы, то есть, и может быть, даже индустрии, ну, не может быть, а расширить, потому что там, где вы раньше работали, да, то где вы думаете, ваши силы подойдут здесь, то есть это точно с кем-то поговорить было бы намного лучше, кто вам как бы хотя бы знает, как говорится, это выражение, lay of the land, кто знает как бы карту рекрутинга, да, в Америке, а вообще самое большое для меня, с моей точки зрения, это вам разобраться со своим внутренним миром, то есть на что вы готовы, и на какое время, то есть опять же, помните, ничего не вечного, то есть вам не нужно там, не дай бог, ну, как бы, да, это уязвленный момент, да, это непросто, я не говорю, что это все просто, но вы приехали в другую страну, это уже офигенно непросто, поэтому если вы поставите хотя бы себе для себя, для своего мозга рамки, что вот я вот год буду там пробовать, я не знаю, любую работу, допустим, или там что угодно, да, то у вас хотя бы мозг понимает, что это не вечно, и там какая-то у вас работа попалась, которая вам вообще не зашла, и типа, господи, что я делаю, да, вы тогда работаете сами со своим мозгом и нервной системой, где вы договариваетесь, так, мы сказали, мы это делаем там столько-то, и опять же, помните, всегда можно поменять решение, никто вас не держит там вот, прям вот, а ты сказал, что год, а сейчас уже все поменял, и полгода прошло, это ваша жизнь, вот, поэтому, да, поэтому находите наименьшее сопротивление, для меня всегда были, находите пути наименьшего сопротивления, потому что в новой культуре, стране и вообще жизни, в новом месте сопротивления и так хватает. Да, я с тобой, я с тобой абсолютно согласна, что надо действительно вот, как бы немножко быть таким гибким, и да, часто ко мне приходят люди на руководящих должностях, и говорят, вот я что-то тут три месяца уже ищу работу директором по продукту, у меня ничего не получается, да, хотя я в Восточной Европе работал там директором в каких-то крутых компаниях, а здесь я никому не нужен, да, и это действительно очень больно, больно принять, но, да, я пытаюсь объяснить людям не потому, что ты что-то с тобой не так, да, потому что компании боятся, да, мы уже это обсудили, и ты для них вот такой как бы инопланетянин такой приехал, пролетел такой на своей тарелке, да, и надо как-то, ну, немножко быть погибче, да, помягче, и вот как, как такой червяк, да, наверное, вот пролезать в эту всю культуру, да, аккуратненько, и мы разбираем и смотрим, какие стратегии, какие пути в данном случае сработают для конкретного человека, и вот по моему опыту чаще всего бывает, да, как мы уже обсудили, немножко такой, дауншифтинг, да, я был менеджером, но я затачиваю свое резюме под индивидуал контрибьютор, допустим, я был СПО, я становлюсь senior product manager, это, ой, как больно, ой, как больно вообще для людей, вот этого, я говорю, убирай, что ты управлял людьми, да, он говорит, я не могу, я управлял, убирай, да, просто потому, что для senior product manager, или для product manager, это не нужно, они сразу заподозрят подвох, вранье, и что ты overqualified для них, это overqualified, а когда overqualified, это тоже не, это ты не набежишься. Не любят, да, не любят, не любят, и вот это вот, вот это вот обрезание резюме, это, конечно, это отдельная боль, поэтому действительно проще кого-то нанять, который вот, вот этот человек сидит с закрытыми глазами, да, и чтобы за него вот просто вот это вот, с шашкой такой кто-то ходил рядом, такой, здесь отрежем, здесь припилим, здесь ногу пришьем, да. Ну, ты правильно, потому что страшно, оно страшно, это все личное, это же человек, это моя жизнь, мой статус, это все, что я наработала, там, достигла чего-то, и теперь мне вы говорите, или там, или там, ты говоришь, вот здесь отрежь, это убавь, и вот это вот, когда мы, когда мы привязываем, и это опять, это вот национальный интеллект, да, то есть, когда мы привязываем свою identity, то есть, свою идентификацию, кто я в этом мире, к своей работе полностью, это очень больно. Это больно, да. Потому что кто я без этого, то есть, получается, что я никто, ведь это неправда, но это, это надо пережить, переработать. Да, да, да. Это такая работа, ты не просто резюме делаешь, ты так, типа, такой психолог. Я психолог, стопудово, я психолог, да, половина моей работы, это как раз-таки психологическая часть людей, просто перестроить, действительно расщепить, вот это вот просто резюме, да, это не ты, да, это вот просто бумажка А4, которая сейчас временный такой шаг на достижение, для достижения твоего успеха вообще в США, да, а это ты, да, если тебе пришел отказ, опять же-таки, расщепляем, да, это компания, у которой свои какие-то мысли в голове, я не знаю, свои какие-то предубеждения, вообще фиг знаешь, что они там хотят, да, а это ты, да, вот как бы отделяемся, да, отделяемся, потому что если ты, на личный плане брать, если ты будешь вот это все переживать, ты можешь и в депрессию скатиться, и очень многие тоже работают и в группах поддержки, и с девчонками, там, и с мальчишками, говорят, теряю мотивацию, больно принимать отказы, там, вообще не хочу ничего, да, вот это вот, вот это вот качели эмоциональные постоянно, но, к сожалению, рынок поиска работы в Америке, он тяжелый, он тяжелый, да, но и поэтому здесь для, как бы если мы смотрим на это как благосрочную стратегию, как бы такой марафон, конечно, нужно максимально себя, как личность, оградить и поддерживать свое именно ментальное состояние, эмоциональное состояние отдельно, да, а резюме, резюме, да, и вот это вот что-то такое другое, да, супер, да, хорошо, ну давай, последние твои какие-то рекомендации, пожелания менеджерам, которые только эмигрировали в США или планируют эмигрировать в США, вот последние пару слов от Татьяны Санякович. Не бояться, не бояться развиваться, вот именно внутреннее личное сноразвитие, не бойтесь развиваться, вы только станете лучше людьми для, с теми, с кем вы работаете, и с теми, то есть личностный рост, и с теми, кто вообще с вами рядом живет и находится в вашем поле, это первое, второе, делайте паузу, не забывайте делать паузу, то есть когда вы наблюдаете в новой стране, когда вы на новой работе, когда вы с людьми разговариваете, по максимуму старайтесь делать паузу, то есть какие-то практики для себя развивайте, чтобы это вам помогало. И третье, то, что вот ты сейчас сказала, и меня это откликнулось, когда вы здесь уже, процесс или там, вы там, и у вас идет процесс отката, да, или какой-то такого совсем сдувания, помните, что энергия ваша, то есть это энергия все, да, и она находится, она, приносите энергию в вашу жизнь другими путями, то есть не забывайте делать вещи, которые вам приносят радость, неважно, работаете вы или нет, потому что только на этой энергии ваш организм может, как бы двигаться вперед, поэтому вот эти моменты помните, записывайте, находите, что вам приносит радость, и это делайте всегда, тогда вам будет с откатов немножко легче вылазить, потому что по-другому никак. Спасибо. Супер, супер. Таня, спасибо тебе огромное, было дико интересно вообще общаться, послушать твое мнение, советы, твою экспертизу, спасибо, что поделилась, и сегодня мы узнали, да, спасибо, и сегодня мы узнали, что если вы менеджер, менеджер, и у вас что-то пока не получается найти работу, мечты в США, не отчаивайтесь, это временно, что делаете, да, наблюдайте, делайте паузы, развивайте эмоциональный интеллект, мы очень много сегодня говорили про эмоциональный интеллект, отделяйте свою личность от рабочей, пытайтесь получать энергию из каких-то других ресурсов, делайте то, что вам интересно, даже если это не связано с работой. Если вам нужен коучинг, записывайтесь к Татьяне на консультации, ее контакты я оставлю в описании к этому видео, и также как любые другие ресурсы, которые Таня с нами обязательно поделится. Если вы хотите прокачать свое резюме, профили в LinkedIn или подготовиться к интервью в эмоциональной компании, все уже, все, у меня сегодня, я полностью, в эмоциональном интеллекте, если вы хотите подготовиться к интервью в американские компании, либо просто узнать тонкости поиска работы в США, заходите на мой веб-сайт www.ananaomova.com и записывайтесь ко мне на консультации. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайк, делитесь этим видео у себя в соцсетях либо с друзьями, кому это может быть интересно, и, конечно же, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить полезные видео про переезд и поиск работы в США. Каждую неделю я выпускаю новые видео на канале. На этом все. Спасибо огромное, Таня. Спасибо еще раз. И спасибо всем, кто смотрел. И до встречи через неделю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok